Благословен Бог наш всегда, ныне пресно, ибо веки веков. Молебен прошел в историческом для адлерцев месте на территории Свято-Троицкого храма. Именно здесь, в этом районе, 7 июня 1837 года на эти берега высадился первый российский десант. И здесь была возведена крепость, крепость Святого Духа. И в то время началось освоение этой территории и создание нашего с вами любимого адлерского района. За рождением адлера связаны имена многих известных российских офицеров Лазарева, Раевского, Вольховского и, конечно же, поэта Бестужева-Марлинского. Именно в парке, который сегодня носит его имя, и прошла вторая торжественная часть празднования для рождения адлера. Глава района вручил благодарственные письма отличившимся при охране порядка казакам. Тут же развернулась экспозиция, посвященная истории становления адлера. Возводить новое поселение было непросто. В те времена тут повсюду были болоты и малярийные комары. В начале 20 века нынешний адлерский район Сочи был болотом, в котором вводился малярийный комар. Люди умирали от малярии тысячами. Но потом доктор Соколов привез из Северной Америки рыбку-гамбузию, которая поедала личинки, малярийного комара. По признанию самого доктора, рыбка сделала то, что не смогла бы сделать даже целая армия медиков. Сейчас в Адлере установлен памятник рыбке-гамбузию. Адлерский район – это самая южная точка не только Сочи, но и России. И сегодня он известен всему миру еще и потому, что именно здесь прошли 22-е зимние игры. Именно здесь развернулась большая стройка, на месте которой сегодня раскинулся Олимпийский парк. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Адлер продолжает строиться и развиваться. В районе от ремонтированной школы детские сады построили десятки новых площадок, скверы и парки, дороги и развязки. В Олимпийский парк и Красную Поляну приезжают ежедневно тысячи гостей из разных уголков страны. Сегодня Адлер является центром протяжения туристов со всего мира. Елена Всецнадь, телекомпания СТТ.